Актуальная тема Сегодня проходит большой круглый стол, на котором вы будете выступать У него очень длинное название Это развитие циркового искусства Республики Бурятии в эпоху глобализации, интеграции и так далее Скажите, пожалуйста, почему вы откликнулись на призыв наших артистов цирка и приехали на этот круглый стол? Какова цель? Ну, цирк, как вы знаете, это такой, с одной стороны, достаточно замкнутый мирок А с другой стороны, очень широкий, потому что это самое демократичное искусство И когда наши коллеги из Бурятии обратились к нам, не то чтобы за помощью, а с предложением о сотрудничестве, о поиске каких-то путей коммуникации То, конечно, все мы, ну мы одна семья цирковая, собственно, мы приехали из разных мест, из разных стран У нас делегация достаточно большая, вот сегодня только присутствуем мы вдвоем А вообще это достаточно широкая география представлена Много человек приехало? Ну, у нас 8 человек сейчас будет вот с нашей стороны участвовать и еще у вас здесь будут какие-то люди Мы еще не знаем всех, кого к нам пригласят Господин Джо, почему вы приехали из далека, из Пекина? Да, просто я очень люблю церковь, я сам занимаюсь церковью Я знаю, что Российская церковь очень крута Особенно Бурятская, которую я сегодняшний день видел, их программа Вообще хорошая, фантастическая, ребята молодец И нас показали не просто церковь, а у вас искусство, понимаете? Поэтому приехали, хотели смотреть, изучать и узнать, как ваши культурные остальные церкви Цирк, который вы возглавляете, он похож в чем-то на наш бурятский цирк? Или у вас больше с животными? Да, у нас цирк тоже есть с животными, да, у нас игры по-разному Но ваша цирк по-другому Ребята показали не то, что трюк какая И еще показали культурные, понимаете? Еще они внешние, прямо в глаза вижу, что они очень хотят, чтобы показать Самое хорошее свое искусство, понимаете? Еще я знаю, Брятский цирк, они, конечно, пока артистов не так много, как мы, китайцы Да, у нас очень много артистов занимаются этими Но, по-другому, достаточно ли они нас смотрели ваше искусство? Леонид, вы сказали, что не могли не откликнуться на призыв артистов бурятского цирка А вот тот союз, который вы возглавляете, он для чего создан? Каким образом вы поддерживаете цирковых деятелей по всей стране, я так понимаю? Союз цирковых деятелей России, это такой же союз, по сути дела, как союз театральных деятелей России Как союз архитекторов, то есть это такое профессиональное сообщество Которое собрано по профессиональному признаку просто То есть мы собираем всех людей, которые связаны с цирком в той или иной мере То есть это не обязательно артисты, это и вся палитра профессий, которые задействованы в цирке Для того, чтобы, ну, прежде всего, для того, чтобы сохранить наши традиции цирковые Конечно же, большое значение в нашей работе имеет помощь ветеранам цирка Молодым артистам, которые только входят в профессию У нас существуют, мы проводим фестивали, конкурсы То есть такой своеобразный мирок мы создали И поэтому у вашей республики, цирковые люди вашей республики, скажем, вот тоже цирковое сообщество Бурятия Я могу теперь это так назвать Пришли к нам и сказали, что мы хотим тоже стать членами союза цирковых деятелей И вот буквально сейчас, сегодня в рамках этого круглого стола У нас будет подписано соглашение между союзом цирковых деятелей и государственным цирком вашей республики И уже здесь создается своего рода, я не знаю, как это, раньше это называлось, ячейка, такая цирковая, ячейка Бурятии Она уже будет состоять, я думаю, что человек 20 уже изначально в ней костяк будет составлять Это артисты той программы Мы начали свое путешествие, можно сказать, по Бурятии с острова Ольхон, вот где программа работает Еще вот к тому, что говорил мой китайский коллега Я хотел добавить, что нам понравилось Что это не просто мы увидели программу здесь, а мы увидели программу, которая действительно цельный спектакль Который основан на ваших национальных традициях, на эпосе, на каких-то вот таких вещах То есть это еще добавляет какую-то такую просветительскую То есть это задает немножко другой вектор Это не просто цирк для развлечений, а это еще вот знакомит с вашей культурой В общем, здорово, нам очень понравилось Да, у нас цирк очень классный Я несколько раз ходила, брала сына, и мы были в полном восторге Расскажите, а каким образом Союз может помогать, например, нашему Брятскому цирку в гастролях? Может быть, в чем-то еще, чтобы о нем узнали как можно больше людей, зрителей по всей стране Это возможно? Да, вот сейчас как раз вот уже за пределами этого круглого стола, на котором мы будем рассматривать проблемы и задачи какие-то, которые стоят перед цирком Бурятии Тут же мы после этого будем говорить, потому что у нас приехал генеральный директор Луганского цирка То есть мы смотрим, существует еще такая российская государственная цирковая компания Росгосцирк Вот Московский цирк на сцене, это часть этой компании, ее филиал Как вы знаете, в России это уникально, вот только Китай может быть, приблизился к нам То есть у нас огромное количество цирков, ну, огромное в масштабах в других странах нету Там 42 стационарных зданий цирка, которые находятся в центре города Вот, мы очень надеемся, что рано или поздно в Бурятии появится такое же стационарное здание вашего цирка И всячески, то есть весь опыт, который есть и в строительстве, проекты какие-то, это все мы готовы сюда привнести, готовы поделиться опытом И, в общем, амбиции в хорошем смысле бурятского цирка, они, конечно, широки Поэтому сейчас на этом этапе, пока нет своего такого стационарного здания Мы сейчас ведем переговоры, когда и где можно провести гастроли вашего цирка, какой-то сформировать тур Вот, надеемся, что Китай станет тоже одной из таких точек притяжения Вот, и здесь очень интересно, нам показали замечательные места Тут есть такая особая экономическая зона, вы, наверное, знаете Мы в ней были, это просто удивительно Я не знаю, как быстро она, вот, ну, видно, что она развивается очень динамично Потому что там очень все красиво Мы обсуждали, очень интересно, если там будут отели, и она станет такой точкой притяжения туристов То вот в этом месте, это, наверное, может, я тайну раскрываю, я даже не знаю Но нам сказали, что там планируется площадка под бурятский государственный цирк И это было бы здорово, это было бы правильно Если там будут люди, значит, там должен быть цирк Цирк вообще, он всегда испокон веков где-то находился на площадях, как вы знаете, в центральных каких-то местах В общем, в Бурятии есть все, чтобы цирк процветал Единственное, что мы рассматриваем это в комплексе Потому что вот сейчас есть труппа бурятского цирка Она достаточно небольшая, скажем так А для того, чтобы цирк развивался, вот как национальное достояние Нужно решать эти проблемы в комплексе Поэтому мы сейчас будем говорить еще сегодня и в рамках круглого стола О пополнении артистического состава Может быть, удастся договориться с государственным училищем циркового и эстрадного искусства в Москве Чтобы набрать курс, например, бурятских студентов Сюда прислать каких-то педагогов, тренеров Ну, в общем, у вас должно быть больше, скажем так То есть и гастроли, а с другой стороны мы должны думать о так называемой цирковой демографии И вот, чтобы у вас было пополнение Потому что в узких рамках нет развития Господин Джо, насколько реально организовать гастроли бурятского цирка в Китае? Так, это вопрос, конечно, очень стручно Просто я тоже вам сказать Китайцы очень любят цирк Да, здесь вас показывают в природе Китайских туристов очень много Я считаю, если бурятская цирка приедет к нам в Китае Конечно, мы вас очень-очень хорошо принимать будем Сейчас мы придумали, может быть, какой корнамент А в Китае показать вашу кратическую прятскую цирку Мы не просто цирку любим И любим, что здесь, как сказать, они показали Когда мы были, сами, Алихун, да, программу смотрели Я сам очень люблю Поэтому, если они китае приедут Китае очень будет Счастливо Скажите, вот вы знаете, что у бурятского цирка нет собственного здания Вы удивились? Да, я то слышал, когда был Петербург форум Я слышал, что здесь не будет национальная цирка Которую мы вместе собирали Участников писали письмо К вашему президенту Что, пожалуйста, надо здесь построить Хорошую национальную цирку Это будет здорово Но принимать решение не мы Но мы могли помогать Если бы нужно, я от Китае Старова сегодня помогать Я могу Пишу заявку к нашим лидерам И еще помогать здесь Придумать А у китайских цирков Есть собственные здания? Много В нас много То есть нет такой труппы Которая перемещается с одного места на другое Арендует какие-то здания У всех цирков в Китае есть свой дом Да У нас цирка занимается Не только государные и частные А государные все Акарпатские труппы Все есть свои помещения Хорошие помещения Потому что цирка без границы Когда в городе есть Когда в провинции есть Нам надо на вас равняться Да Весчиком получится Леонид скажите А вот только ли у бурятского цирка Не своего дома? Или у ряда регионов Тоже такая же проблема? Да Не везде К сожалению Есть цирки В Советском Союзе Было больше Более Шестидесяти Шестьдесят три По-моему Цирка Вот стационарных После Распада Союза Часть цирков Ушло в Республики Во вновь Созданные страны Но К сожалению Вот в этот момент Еще Не Во всех Городах Где Нужно Было Иметь цирк И где Хотелось бы иметь Не все еще Были построены Цирки Поэтому Сейчас Большая Программа Реконструкции Капитального Ремонта Идет В России Выделяются Очень Крупные Суммы Под контролем Министерства Культуры Министерство Культуры России Выделяет Деньги Сейчас К сожалению Такого Такого Широкого Строительства Новых Цирков Сейчас Нет Сейчас Пытаются В республиках За счет Местного Муниципального Бюджета Как-то Решать Эти Вопросы Но Основная Сейчас Задача Восстановить То что Есть Вот То есть Цирки Много лет Находились Без ремонта Вот сейчас Государство Повернулось Лицом К цирку И даже Президент Владимир Владимирович Путин Подписал Особое поручение Касающееся Именно Цирка Еще Как раз Хотел Пользуясь Случаем Напомнить Что в следующем Году В девятнадцатом Будет Столетие Российского Цирка Это очень Большая Серьезная Дата Нам бы Вообще Хотелось На самом Деле И наверное Союз цирковых Наверняка И мы надеемся Будет создано Множество Программ К юбилею И мы надеемся Что вот сейчас Так как идет Действительно Бурное развитие Цирка Бурятии Мы надеемся Что вот В комплексе Этих мероприятий Бурятский цирк Тоже будет Участвовать Как вот Как один Из таких Бриллиантов В этом ожерелье Вы знаете Сколько стоит Построить цирк С нуля Примерно На вскидку Ну Счет идет На миллиарды рублей На миллиарды Да С помощью Вот мы надеемся С помощью Китайских друзей Очень интересная С тема У Китая Большой опыт В Китае Сейчас строится Цирк На 10 тысяч мест В России Таких цирков нету В России Пожалуй 3,5 тысячи Вот большой Московский цирк Это пока Максимальный И то он там считается Самый большой В Европе Стационарный цирк Китай буквально В следующем По-моему году Да В этом году Будет готов В конце года Готов 10 тысяч Но у вас точно Любят цирк Если такая Огромная площадка Строится Да И Вот эта Тенденция Такая На самом деле В мире В мире Разные направления Есть Вот Есть канадский цирк Например Дюссалей Который строит Стационарные площадки Но они Каждая площадка Под конкретную программу То есть Вот у нас цирк В нее могут приехать Артисты с труппой И отработать А есть Другой подход Вот Берется помещение И в нем Строится С учетом Одной программы Вот ее Идеи И она годами Работает Боюсь сглазить Такая идея Есть и в Бурятии На самом деле Мы посоветовали Найти какое-нибудь Такое полузаброшенное Здание Может быть Завод И вроде бы Здесь есть Поэтому я и говорю Хочется постучать У нас есть Стекольный завод Заброшенный Да Недалеко Да Да Я не знаю какой Но сегодня Сегодня мы его увидим Я наверное Слишком много Раскрываю тайн Но Это было бы Очень интересно То есть Пока нет Стационарного цирка Было бы Очень хорошо Иметь Что-то такое Уникальное По сути дела То есть Поставить Шоу Китай Ну вы знаете Китай Как он устроен Я имею ввиду С точки зрения Правительства И как Административно Он устроен Вот Поэтому Нам Говорят Мы хотим Сотрудничать с Китаем Но очень важно Что Китай Всегда Сейчас можно будет Задать этот вопрос Китай говорит Мы Мы можем Работать только С государственными Организациями Такая постановка Вопроса Нам нужен Партнер здесь Который На федеральном Или муниципальном Уровне Работает Государственно С частными Почему-то Не получается Вот я даже Не знаю Вот спросите Вы имеете ввиду Государственными цирками Можете сотрудничать В качестве гастроли Или строительства И строительства Вот Чего угодно Вот Есть И вопросы Вот допустим Есть много реквизитов В Китае Значит Есть Готовы С нами поделиться Но говорят Нам нужны Партнеры Государственные Я до конца Не понимаю Может быть Сейчас мы Это узнаем Расскажите Почему так И почему Вы готовы Делиться Нет Просто делиться Можно Представить Что мы Китай Цирка Любим Я вам сказал Но сейчас Государная Компания Имеет Китай Они хотят Что свои Программы За границу Куда-нибудь Выступать Нам На сотрудничество С вами Государные Организации Либо цирка Либо госконцерты Просто вам скажу У нас Очень много Хороших программ У Шанхая Есть программа Эра В церкви Одно место Работает 13 лет Каждый день Каждый день Приходит Публика Поэтому Если Здесь Будет Хорошая Церковь Сюда Будет Бурятская Церковь К нам А китайская Сюда Курдонная Аминь Было бы Хорошо Но Надо На уровне Государной Аминь Курдонная Аминь Понимаете Потому что Культурная Является Что Не только Культурная Ее связь С политикой Что Была Программа Была Надежная И Показала Публике Просто Искусство Как Вы Девьете И философию Ничего Показать Понимаете Поэтому Мы Хотели Что Если Бурятка Была Государная Национальная Церковь А Будет Не То Что Китайцы Помогать Государной Компании Может быть Чаторная Компания Тоже Что Вам Помогать Но Нужно Что Вы Поддержите Этого Тема Господин Джуль Леонид Время Вышло 20 минут Пролетели Очень быстро Спасибо Что Пришли Я Желаю Вам Хорошего Отдыха И Плодотворного Сотрудничества И хорошей работы На круглом Столе Спасибо Вам За интерес К цирку Спасибо За то Что Позвали Может Быть Это Кому Будет Интересно Еще Спасибо Спасибо Это Была Программа Всего хорошего И до встречи В эфире